Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня задача, задача максимально разбить те представления, что сейчас сформированы в головах у духовно ищущих, многопрактикующих, медитации, концентрации, куча практик, там, экстрасенсорных, глубоко завязших в правильную официальную научную психологию, психотерапию. Вот все, кто касается души, все те, кому интересно вообще, как работает восприятие человека и так далее, мы сейчас разобьем все представления и соберем их обратно для того, чтобы понять, как устроено, каков принцип действия. Если сравнить с материальной реальностью все, что мы сейчас будем делать, вот вы когда-нибудь изучали, как работает двигатель внутреннего сгорания? Вы можете прочесть 10 книг, вы можете представить, как там клапана, как там что, как там цилиндры, да? Но если вы один раз придете в автомастерскую, снимите двигатель и разберете вместе со слесарем, да, то вы будете знать, что надо притирать клапана, что надо шлифовать головку блока цилиндров. Иначе, 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 да? Вот то же самое мы сейчас сделаем с духовным развитием. Я надеюсь, у нас это получится. Во всяком случае, нам никто не мешает это попробовать. В последнее время я очень много изучаю все, что предлагается из психотехник на рынке, и это феноменально. Вот обратите внимание, все они, все техники, которые есть, любые, возьмите рейки, экстрасенсорику, кинезиологию, целительство, все направления, которые есть, все. Сейчас, включая уже туда танцевально-двигательные вещи пошли, все лезут в голову человека, все лезут в систему ценностей и убеждений человека. Все поняли, что основа там. Уже врачи говорят о психосоматике, да? Все туда, все туда, но все с разных сторон, и все пытаются каждую клеточку слона вот этого продать по отдельности, да? Давайте посмотрим, как это работает, просто заглянем. Есть люди, которые сегодня говорят, я занимаюсь регрессом, я занимаюсь прогрессом. Я там гадаю, да? Чем прогресс отличается от гаданий? Я там предсказываю астрологию. Чем прогресс отличается от астрологии? Я занимаюсь ментальными техниками, а я занимаюсь астральными путешествиями. Скажите, чем астрал отличается от ментал? Сейчас мы это все разберем. Я просто сейчас накидываю, чтобы вы думали, о чем мы будем говорить. Вообще, если мы говорим о духовном развитии, а где оно находится, это духовное развитие? Где вообще находится дух человека? На самом деле все находится внутри, в человеке, в психике его. И для того, чтобы углубиться и понять, надо просто один раз осознать, что вообще весь мир строится в голове человека. И если поверить в это глубоко и безнадежно, это так есть, то приходишь к тому, что есть определенные режимы работы мозга. Это режимы торможения. И когда говорят, что это там тета, альфа или еще, это комплексные режимы торможения. Там может быть и тельта, и тета, и альфа, и все что угодно. И разная зональность присутствует. Но это режимы погружения в себя. И каждый человек как по ступенькам идет в себя во внутрь своей психики для того, чтобы заглянуть и увидеть, как все происходит. И когда человек говорит, я занимаюсь регрессивным гиптолом, я там регрессолог, а я там ментолог, а я там, ну, практически это то же самое, что проктолог, господа, только проктолог работает с физическим телом, а вы работаете с внутренним миром человека. И в зависимости от того, с какой частотой вы идете в торможение, какие состояния вы при этом удерживаете, такую игру и формируется. И таким образом вырисовываются основные инструменты. Первый инструмент – это торможение. Это обязательно присутствует. Умение расслабиться, расконцентрироваться, максимально расслабить физическое тело, для того, чтобы пустило вовнутрь. Это одна тема, да. Другая тема – умение управлять своими состояниями. Шкала Хокинса никуда не убегает, она здесь. И когда вы начинаете работать со шкалой Хокинса, вы четко видите, что в зависимости от состояния меняется энергообмен человека. То есть энергия либо уходит в состояниях деструктивных, вины, агрессии и так далее, энергия утекает. В состояниях позитивных, любви, радости, вот этого божественного стеба энергия идет на материализацию, она идет приток энергии. С притоком энергии, не с оттоком, а с притоком энергии идет информация, господа. Поэтому, если вы хотите работать с информацией, то это только позитивное высокочастотное состояние. Иначе вы с информацией работать не будете. Иначе все, что у вас будет идти, это будут идти какие-то воспоминания, и это будет продукт переработки вашей психики. Новая информация у вас приходит с новой энергией, с новыми силами, с наполнением. Значит, оттуда берем информацию. И очень много практик на самом деле, на сегодняшний день, которые дают человеку медитацию. Вот вечером вы легли на диван, и вас активно загрузят в медитацию. То, что там на дополнительных дорожках написано, какие внушения идут параллельно, об этом никто не говорит. Ну, доктор перепелка делает. И обучает этому, да, как это все делается. И показывает, как это все работает. Грамотный чувак. Так вот, когда вы просто в медитации, вы в расконцентрации, вы в расслаблении, вы в этих же состояниях, но почему-то вы не управляете окружающим миром. И сегодня мне могут возразить любые адепты духовных практик. От буддизма, от дзена, от адвайты, от любых направлений. Да, вот я в дзене, да. Пустота, расконцентрация. Мне хорошо. Я в моменте здесь и сейчас. И ничего не происходит. А тело все равно надо кормить. Тело пришло играть. Тело сформировано под игровую карту. И от того, что вы в игрушку пришли играть и посадили его, и оно не двигается и сидит, ничего не делает, от этого игры не происходит. Да? Просто тикает время. Отведенное время оттикает, и тело уйдет. Но еще по условиям игры это тело надо покормить, попоить и так далее. А те, кто глубоко занимался практиками, например, вот мне повезло, недавно встретил человека, он глубоко занимался, хотел быть пранаедом. И обратная связь такова. Вот когда ты не ешь, да, когда ты, ну, по сути, 22 часа в сутки не спишь, на сон хватает двух часов, чем остальным заниматься? И жизнь. И жизнь теряет интерес. Потому что интерес наш связан с удовольствиями, которые есть в мозге, да. Это определенная зона мозга. А наши удовольствия завязаны очень четко на наше физическое тело. А что нам дарит удовольствие, господа? Нам дарит удовольствие секс, еда. Даже покуда в туалет нам дарит удовольствие, если все нормально с одним местом. Нам дарит удовольствие любимое занятие. Нам дарит удовольствие любимые игры. Таким образом, все, что нам дарит удовольствие, оно же завязано вплотную с интересом к жизни. А интерес жизни напрямую завязан с силой намерения. Если говорить по кастанеде. Если говорить просто сила намерения, это наш энергообмен, да. Наш энергообмен – резкий приток энергии, силовой составляющей для того, чтобы действовать, для того, чтобы мышцы наполнились энергией, для того, чтобы тело что-то проявляло, что-то творило, что-то делало. Идет тут же обратная связь. Я делаю, я ловлю кайф, я стимулирую, я получаю еще больше удовольствия, я рождаю еще больший интерес. Все работает и все завязано через физическое тело. Если мы начнем отрицать физическое тело или какую-то из частей, которые стимулируют наше удовольствие и наш интерес к жизни, соответственно, мы обрезаем себе крылья к действиям. Мы обрезаем свой энергообмен. А энергия всегда имеет информацию. Вопрос, как мы эту информацию расшифровываем. Если мы включены во внешнюю игру, у нас трудно, чтобы мозг, он перегружен и так включением во внешнюю игру, он не дешифрует тогда информацию. Когда мы внутри себя, когда мы в субъективном восприятии, то наш мозг может великолепно все это дело дешифровывать. И получается вот такая классная штука, когда мы четко осознаем, что все практики, все техники, все духовное развитие у человека по сути сводится к чему? К погружению вовнутрь себя. Тогда все регрессологи и все медитативщики, и все вот эти вот, они вдруг становятся погруженцами. Мы погружаемся внутрь себя, мы тормозим. Мы начинаем различать свои чувства, ощущения, состояния. Они нам становятся до боли знакомыми, близкими. Наше тело это все выдает, это все наши инструменты психики и физического тела, которые соединяют психику и физическое тело, проявлены таким образом, которые мы можем осознавать и которые мы можем управлять. Управляя через себя собой и своим восприятием, мы управляем той картиной реальности, которая складывается в нашей психике, той картиной мира, которую мы имеем. Очень интересные штуки. Я не сказала ничего антинаучного. Магия. Магия! Блин. На самом деле магия немножко дальше. Когда мы работаем вот в этих состояниях, внутренних состояниях сознания, то, на мой взгляд, важным моментом является, первое, научиться удерживать внимание и держать концентрацию. Потому что все религиозные техники не дают умение концентрировать внимание. То есть человек выпадает в прострацию. Человек выпадает в прострацию. Ему хорошо, он в моменте здесь и сейчас. А дальше что делать? Он этим миром не управляет. Потому что основной инструмент, джойстик, да, это внимание. Покажите мне хоть одну технику, которая бы учила концентрировать внимание. Еще обучала задачам, как работать под задачу. Это уже все современные психотехники. Это не религиозные. Они все вне религии лежат. И тогда получается, если человек умеет расконцентрироваться, он растранцован, он сам нам был, у него повышенная внушаемость. То, что, в принципе, и надо для религии. Дальше уже с вниманием ходить не надо. А когда вы дополняете сверху умение концентрировать внимание и работать в этих состояниях, то речь уже идет о чем? Правильно, господа? Речь идет об осознанном, осознанном восприятии окружающей действительности. То есть у вас уже рождается, чего же я хочу? Чего же мне интересно? Какова же моя задача? Это же моя картина мира. Я же уже точку сборки сместил в себя. Во мне точка ответственности. Во мне творец. Во мне игра. Это же я творю вот эту игру. Это же моя психика разворачивает вот эту картину реальности для меня за чем-то. Видите, как все просто, да? Наш двигатель внутреннего сгорания вдруг оказывается просто, просто, прост. Один раз надо это прожить на себе. И вот следующие грабли. Куча тренингов, которые говорят, я с тобой поработаю, я тебя научу. Ну и наше восприятие. Я не хочу сам, я не умею сам. Вот сесть в кресло, погрузиться в себя и начать работать по определенным правилам умения расконцентрироваться и концентрировать внимание под задачу. На самом деле, когда вам, например, больно, когда поджарила ваш зад просто невероятно, тогда вы садитесь, и вы не можете выпустить из внимания того человека, который нанес вам какой-то вред, да, боль причинил. И вы сидите, плачете и думаете о нем. Скажите, а чем этот процесс отличается от обычной практики погружения в себя и формирования реальности? Только когда вам больно, да, вас уже психика сама включила в этот процесс, да, разборок. А когда вам не больно, когда вы в гармонии, то проще выпасть в прострацию и ничего не делать. А механизмы-то одни и те же. Одни и те же, господа. Только вы об этом никогда не думали. А я предлагаю подумать. Потому что эти же механизмы можно абсолютно осознанно использовать не для того, чтобы думать, какой Вася плохой, как он меня обидел, а для того, чтобы сформировать, ну, не Васю, а Петю, да, который будет дарить цветы, будет ухаживать и будет все так, как я хочу. Вопрос следующий. Кто тот, кто хочет, да? На самом деле здесь очень много подводных камней, с которыми придется на пути разбираться. Но это интересные подводные камни, потому что это мои камни. И это каждого из вас личные камни. Вы не с чем-то чужим разбираемся, потому что мы, когда делаем что-то для кого-то, нам лень. А когда для себя, и вдруг это оказывается интересным, там начинается другая песня. Но принципы, психические принципы, одни и те же. Я не знаю, насколько я доступна это все, просто объясняю. Ну, мне кажется, что нужно вот больше собрать вот все в одну кучу, для того, чтобы увидеть ее из изнанки, чтобы вы видели, что любое торможение, это торможение в себя, любая экстрасенсорика, это поход в себя. И Вася, Петя, Маня за вас ничего не сделают, если вы ничего не сделаете для себя. Да? Все в вас, абсолютно все в вас. Все рычаги управления. И все ваши рычаги управления завязаны на ваше физическое тело. Именно в нем есть ощущения, чувства. Именно в нем есть состояние. Именно в нем рождаются эти тонкие вибрации. И именно в нем, в вашей психике, рождается астральный план, ментальный план, мир мертвых, мир живых, регрессы, прогрессы, формирования и так далее. Это все лишь разные частоты, которыми вы можете управлять под задачу. Не кто-то, а вы сами. Потому что как только кто-то, через внушение, такой механизм тоже есть. Игра же должна быть и на эту тему. На всех уровнях есть игра, и на этом уровне тоже есть игра. Но тогда где вы? Где вы? И тогда самыми, получается, простыми вещами, необходимыми для жизни, становятся две вещи. Самогипноз и регуляция. Как бы там ни было. И если вот на эту тему открыть пласт, конечно, эта игра тоже занята. Потому что самогипноз – это тот же гипноз. А гипноз вам тут же предложит кучу разных техник. И почему-то вдруг эриксоновские техники, техники, ограниченные от человека, с ограниченными физическими возможностями, вдруг резко стали самыми популярными. Хотя в этом есть смысл. Зачем делать лишние движения, если все равно работает? А можно чуть шире. Но в любом случае таблицу Каткова никто не отменял, господа. Она нужна. Вот без нее никак. На мой взгляд, никак. Пока вы не будете фиксировать в себе определенные физиологические реакции и в других людях определенные физиологические реакции. Вы знаете, вы как будто за рулем, а у вас руль периодически отваливается. Вот примерно вот так. То есть иногда попали, а иногда не попали. Ну, проскочили поворот, да? Ну, в это время руль держали в руках, а он отвалился. Не, на самом деле, это все равно игра, это все равно весело, это все равно доставляет удовольствие. В этой игре важный есть еще один момент, кроме того, что уметь работать с вниманием, обратить на это вообще жесткое внимание, уметь работать с вниманием, такая опорная точка. Осознанно. И, соответственно, осознанно понимать, что если вы закладываете волнение, чушь, переживания за своих близких и так далее, вы точно так же их пускаете на материализацию и закладываете негативные, деструктивные программы в реальность своих близких, через свою реальность. Если ваше окажется доминирующей, то эта дрянь протранслируется в жизнь, например, ваших детей. Но это отдельная тема. Очень важный момент, который, я считаю, еще сегодня необходимо обратить внимание, для того, чтобы все-таки этот ролик был целостным. И я знаю, что его придется пересмотреть не один раз, для того, чтобы вся картина мира разлетелась и потом собралась обратно уже более-менее в какую-то структуру. Так вот, господа, все, что касается работы вот в этих состояниях, когда уже включено ваше внимание, когда вы расконцентрированы, когда вы внутри себя, очень важно работа с информацией. И работа с информацией ведется в две стороны. Вы можете закладывать информацию, вы можете брать информацию. И вот это очень важно. Потому что все, что касается закладки информации, вот в этих состояниях, это и есть настоящая магия. Не магия с ритуалами, хотя ритуалы – это тоже магия, только через рептильный мозг, без осознанности. Здесь абсолютно осознанная закладка информации, либо же снятие информации. Нету, нету, нету ни защит, ничего, ни преград. Есть ваше внутреннее, внутреннее позволение и ответ на вопрос для себя – зачем? Зачем? Просто любопытство не прокатывает. Зачем? Если вы сформировали нормальную игру, то вы можете играть. У вас нет никаких барьеров. Вот эта тема интересная. Помедитируйте над ней. Я сейчас углубляться в работу с информацией специально не буду. Просто так закину немножко. И управляйте своей реальностью осознанно. И понимайте, что делаете. Но, но, но для того, чтобы это все понимать, надо это проживать. Это надо делать. Надо прийти в автомастерскую и разобрать один раз руками двигатель. И тогда вам не надо будет перечитывать 50 книг отошел от Хаббарда, еще от кого-то. И думая, ой, какой он крутой. Он же был просветленный. Вы точно так же просветлены, как и все остальные. Только пока не осознаете этого. Подумайте на эту тему. Для того, чтобы медитировать и делать вот эти техники, вообще ничего не надо. Вообще. Вот надо кресло и надо время выделить на это. Все. И работайте в свое удовольствие. С вами была я, Татария Зайцева. Продолжение следует...